В Сыктывкарском местечке лесозавод сгорело деревянное общежитие. Одного человека доставили в реанимацию, остальные жильцы не пострадали. Сигнал о возгорании поступил в половине первого ночи. Пожарные приехали быстро, но большая часть двухэтажки к их приезду уже была охвачена огнем. Для проживания дом не пригоден. Кто приютил погорельцев, знает Ксения Лосева. Я здесь живу недалеко. Я пришла к нему чай попить. Пожарный чай. Вот снизу, вот с этого. С какого? С углового? Да, вот тут. Ирина с дрожью в голосе вспоминает, как в ночь на 20 января пришла в гости к знакомому в малосемейное общежитие. Около полуночи в комнату, где они сидели, через щели повалил дым. Выйти из дома через подъезд было уже невозможно. Говорят, со второго этажа даже это не было. Выпрыгивали? Выпрыгивали, да. Белочка с котенком, наверное. Мне хорошо повезло, что я первый этаж, меня выкинули. Ну, в смысле это. Хорошо, что первый этаж и здесь нет. А так бы вообще. Возгорание произошло, когда большинство жильцов спали. Пожарные приехали быстро, однако большая часть здания уже была в огне. Всего в общежитии 24 квартиры. Спасатели эвакуировали 35 человек. Всего задействовано 15 единиц техники, 60 человек личного состава. Своевременным со соединением сил и средств и оперативными действиями работниками пожарной охраны предотвращена угроза распространения пожара на соседние жилые многоквартирные дома. Общежитие потушили лишь к половине восьмого утра. Со слов местных жителей, первой загорелась комната пожилого мужчины. 75-летний пенсионер получил 30% ожога тела. Сейчас он в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Да, да, да. От него все сгорело. От него, да? Да, да, да. А что за дед? Дед как его там? Пьющий, не пьющий? Ну, выпивал, конечно. Да, выпивающие там все были. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправного электрооборудования. Впрочем, жители соседних домов уверяют, пожары здесь уже случались. И, как правило, по вине самих жильцов. Здесь эти бичи жили. Бичи жили? Два подъезда было. То есть они благополучны, что ли? Да. Для обогрева эвакуированных жильцов во время пожара по распоряжению Сыктывкарской мэрии подогнали автобус. Позднее всем погорельцам предложили жилье в маневренном фонде в Верхней Максаковке. Однако воспользовался им лишь один человек. Остальных приютили родственники и друзья. Редактор субтитров А.Семкин